Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем смотреть моды, да лего это опять! И сегодня мы рассмотрим мод на метро Экзодос. Сегодня, ребята, мы стараемся с вами отыскать последних выживших, которые смогли выжить во время ядерной войны. А также постараемся отыскать огромный подземный город, в котором поселились, по слухам, огромное количество выживших. Честно говоря, мне уже страшно, ребят, сюда заходить, но я думаю, нам с вами придется. Ну и в самом начале этого ролика хотел бы попросить вас, конечно же, не забывайте ставить лайки. Для вас это всего лишь 5 секунд, а мне будет очень сильно приятно. А также, ребята, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики у меня на канале. Вы, кстати, уже играли в метро Экзодос? Ну или, может быть, смотрели прохождение? Пишите в комментариях, друзья, понравилась вам вообще эта игра или же нет. Если вдруг не смотрели или не играли, я рекомендую поскорее это сделать, потому что игра реально очень классная. И я уже вижу, что здесь просто какой-то капец. Все разрушено, и я, честно говоря, не знаю, каких выживших мы тут с вами встретим. Это могут быть бандиты, это могут быть зараженные, а может быть, здесь вообще никого нету. Ладно, давайте будем потихонечку продвигаться и осматриваться. Очень много различного мусора, ребята, здесь у нас имеется. Не знаю, сколько вообще выживших насчитывается в метро. Так, ну-ка, погоди-ка. Эй, не стреляйте только по мне. Я надеюсь, что они не будут стрелять, но вроде как добрые для меня даже не целятся. Так, я, пожалуй, к вам зайду, ладно? Посмотрите, какую оборону мы здесь поставили. Так, тут у нас лежат мины, да, главное не наступать на них. А также я вижу, здесь у нас стоят вот такие вот защитные щиты. Но, честно говоря, мутантов они сдержать-то навряд ли, блин, смогут. Так, где, блин, мой фонарик? Вот он, отлично-ненько. Так, что у нас тут? Я вижу колонии уже реально огромных размеров. Тут у нас и все военные вроде как, да? Ну да, почти все военные. Мне кажется, что это спартанцы, само собой, да, которые охраняют метро от мутантов. Ну ладно, давайте проходить, осматриваться дальше. Тут они заколачивают все, делают такие проходики, чтобы мутанты, видимо, не смогли забегать, да, чтобы в случае чего все перекрыть. Так, здесь, видимо, склад с припасами. Я так полагаю, что это небольшая часть метро, да, небольшая колония. Вау, посмотрите, здесь у нас стоят палатки. Это, видимо, люди здесь еще обычные живут, да? Только я пока что... А, вот они, хотя сказать, никого не вижу. Вот они, где у нас находятся. Ой-ой-ой, практически все завалено. Так, это у нас вода стоит. Блин, все выглядит каким-то заброшенным. Ну, оно и понятно, ребята. Здесь все-таки была война, как-никак. Людей реально очень мало. Так, я вижу проход куда-то вот в ту сторону. Так, там у нас есть проход, но он не охраняется. Туда бы я не рискнул проходить. И тот заваленный просто, да? Так, посмотрим, чем они тут еще занимаются. Я так вижу, они продают здесь еду. Так, воду, выпивку всякую. Неплохо, да? Охрана. Везде охрана. Сколько много охраны. Ну, это... Это отлично, ребята. Здесь тоже у нас стоят перегородки. По всей видимости, с этой стороны тоже забегают мутанты. Они достраивают блокпост, я так полагаю. Но... Ох ты, нифига у него миниган. Ну, в целом, знаете, неплохо так. Меня радует, что метро освещено. То есть, мы с вами будем видеть дорогу. Это очень хорошо. И, в принципе, я думаю, что можно выдвигаться. Незачем терять время сейчас в такой маленькой станции. Тут, в принципе, никого нету. Очень мало выживших. Я надеюсь, что мы встретим хоть кого-то еще дальше. Не хотелось бы мне верить, что на весь Лос-Антос это последние оставшиеся выжившие. Ну и по пути я надеюсь, что мы никого не встретим. Никаких мутантов и так далее. Только вон крысы бегают. Ну, это, в принципе, не опасно. Маленько перекусим, друзья. У меня есть немножко припасов. Честно говоря, уже проголодался и бегу очень много времени. Вот так вот будет уже получше. Хорошо. Так, обратно берем оружие в руки. Давайте двигаться дальше. Я не знаю, ребят, есть ли тут правда кто-то живой или нет. Потому что... Так, ну-ка, стоп. Я прошел практически все метро. Практически все метро. И мне кажется, это реально люди. Так, я надеюсь, что это не зомби никакие или кто-то еще. Так. Нет, это реальные люди. Строители, что ли? Так, они тут, походу, реально что-то строят. Посмотрите, какие тут огромные завалы. Так, давай возьмем в руки фонарик. Будем осматриваться. Ну, вроде как, да, ребята. Это у нас, получается, строители. На меня никак не отреагировали. Видимо, ну, не считают за врага. Отлично, блин. Я уже вижу, здесь у нас и от вагона всякие. И... О, да! Это метро, ребята! Так, точнее, станция в метро. Она... Она с людьми. Ну, ничего, блин, себе. Она, походу, реально огромная. Так, стоп. Стоп-стоп-стоп. Сейчас нужно очень хорошо осмотреться. Так, сколько здесь охраны. Это просто капец. И посмотрите, что они здесь настроили. Это просто жесть. Это у вас что, это столько припасов? Офигеть. Так, и главное, по мне даже никто не стреляет. Это не бандиты. Я боялся, что смогу наткнуться на бандитов. Но вообще не так, ребята. Это реально целая живая станция. Вы посмотрите, все реально как в метро. Просто, ребята, как из игры. Так, у нас продают бронежилеты, патроны. Еду, медикаменты, я так полагаю. Все налажено. А сколько здесь проживает людей, мне интересно. Ну, я уже вижу, что, ну, достаточно немало. Вы посмотрите, просто какое здесь огромное количество людей. Офигеть. Ребят, это просто капец. Просто огромное количество людей. Реально дофига. И строители, и обычные жильцы, и военные, и все. Тут еще один бар стоит. Так, офигеть. Здесь реально можно жить, ребята. Это реально незараженная, по всей видимости, часть города после этой ядерной войны. Офигеть. Так, давайте пробежим еще в другом направлении маленько. Посмотрим, что у них вообще находится еще где-нибудь, ну, здесь. Потому что я что-то сразу же ломанулся в ту сторону. Но, честно говоря, просто очень интересно все это дело рассмотреть. Так, ну-ка. У нас тут с вами, посмотрите, какие-то припасы лежат. Окей, так. Наверху. Наверху. Так, ну-ка. Давай-ка я спрыгну в эту сторону. Смотрю здесь маленько. Вот так вот. Отличненько. Так, здесь у нас люди стоят. Так, а что за дверка? Здесь все закидано, у нас завалено. Так, и дверь. А, это, видимо, наружу, да? Но я туда выходить не хочу. Ой, там еще и радиация. О, блин, она еще и здесь. Так, заходим обратно. Заходим обратно. Облучаться вообще нет смысла, ребята. Сейчас просто можем погибнуть. Окей. Что у нас здесь? Здесь у нас обычные палатки. Так, убежище, да, небольшое. То есть люди здесь реально обосновались, как могли. Они использовали абсолютно все ресурсы. Вы посмотрите, сколько здесь блокпостов. И все двери просто с огромными... Точнее, все выходы с огромными вставнями такими. То есть, по сути, можно просто все забаррикадировать, закрыть. И сюда никто никак не проберется. Это очень круто. Я так вижу, что тут и бедные есть, да? То есть, кому-то не хватает крышек, ну или пулек, да? На выживание. Ладненько. Давайте проходить еще в этом направлении. Тут у нас, я вижу, еще огромное количество просто людей. Сколько припасов здесь. Это просто жесть. Везде охранники, спартанцы все это дело охраняют. Так, что здесь такое? Ну-ка, пройдем. Ух ты. Я так полагаю, этот парень торгует чем-то не очень законным, да? Потому что находится в подвале и так выглядит. Наверное, что-то здесь, ну, такое продают. Ладно, окей. А что находится в этих частях? Еще охранники, охранники. Везде охранники. Вы посмотрите, сколько здесь у нас блокпостов, да? То есть, пропускных пунктов. Это просто какая-то жесть. Я думаю, всех досматривают, проверяют. И допускают только тех, ну, кого можно допустить. Так, здесь у нас, так, магазин даже есть. Посмотрите, снаряжение подводное. А, ну, это не подводное. Это у нас просто баллоны с кислородом, да? То есть, чтобы наружу дышать. Интересно, кто-то из них выходит на улицу. Ну, наверняка за припасами выходят. Так, одежда. Все у них есть. Я так полагаю, здесь уже заканчивается, да, наше метро? Скорее всего. Но, нет, ты посмотри, еще есть люди. Еще вон надыхают. Тут также стоят. Ну, их тут реально очень много. Просто капец, в каком количестве они здесь все поселились. Это настоящая жесть. И здесь еще один блокпост, я так понимаю, который охраняет именно эту часть. И тут у нас все укреплено. Даже, я бы сказал, в какой-то степени получше. То есть, тут что-то заколачивают, что-то достраивают. И еще охрана стоит, да? У всех оружие, пулеметы, тому подобное. А что будет, если мы пройдем в этом направлении? Мне просто интересно. Так, радиация. Обходим, ребята. Это, вау, блин, ну, чувачок решил, видимо, выйти, да, наружу. И не дошел. Но я понимаю, из-за чего радиация здесь, конечно, фонит. Просто жесть. Так, еще кто-то что-то доделывает. Так, а, это, видимо, с отоплением разбирается, да? В метро все-таки есть отопление. Видимо, еще осталась где-то вода. То есть, ее даже поставляют туда. Ну, ничего себе. Я думаю, в основном используется как питьевая. Ну, то есть, ну, мыться, конечно же, ребят, ну, это такое себе. То есть, переводить воду, которая и так ценится просто, ну, как... Я не знаю, как самое настоящее золото сейчас, да? Это, ребята, очень круто. Я не ожидал встретить хоть какой-то живой уголок в этом заброшенном метро. Потому что бродил столько времени в поисках хоть небольшой, но какой-то жизни. А в итоге наткнулся на огромный подземный город. Это, ребята, очень круто. Сколько здесь людей? Наверное, около сотни, да, где-то примерно. Может, даже двухста. Так, это еще у нас апартаменты чьи-то, да? Кто-то обосновался. Ну, я так полагаю, это в основном всякие медики. Либо, там, продавцы какие-то, либо какие-то важные должности, да? То есть, вот в таких вот бараках живут. Основное население живет, конечно же, в маленьких палаточках. Ну, и здесь у нас тоже какой-то барак. Вы знаете, я думаю, здесь даже можно остаться. Все живое, что было на поверхности, просто погибло. И лишь вот эти люди остались в живых. Может быть, еще есть кто-то, но пока что мы с вами их не встретили. Я бы на самом деле продолжил поиски, друзья. Потому что есть еще некоторые необследованные части метро, заброшенные, о которых никто не знает, в которых может быть хоть какая-то жизнь. Я думаю, ребята, так оно и, в общем-то, и есть. Потому что я реально не надеялся встретить вот такую огромную колонию. Ох, блин, друзья. Ладно, знаете, что я думаю? На такой прекрасной ноте мы с вами закончим наш сегодняшний ролик. Это было просто прекрасное путешествие. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот заброшенный город-метро. Даже не заброшенный, а наоборот, живой. Сколько оружия. Этот живой. Это живая станция, да, наполненная просто огромным количеством людей. Пишите, ребята, также ваши идеи касательно моды на метро. Посмотреть, может, какие-то еще модики. Либо попробовать отыскать еще какие-то города. Ну что ж, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.